Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Это видео я записываю, даже не написав в предварительной сценарии, как это обычно я делаю. Почему так произошло? Потому что это очень-очень срочный сигнал, который нужно выложить на канал как можно быстрее, пока он еще актуален. И почему на этом рынке постоянно происходит что-то такое экстренное, что не дает мне нормально закончить мой выпуск, который я планировал выложить сегодня вечером, но скорее всего выложу уже завтра утром. Но сейчас я хочу рассказать тебе про самый большой сигнал, который мы не видели с декабря 2020 года. Но прежде, давай быстро пройдемся по вчерашним моделям, здесь тоже есть обновление. Если ты не видел вчерашнее видео, обязательно посмотри первую его половину, чтобы понимать о чем вообще идет речь в этом видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Кстати говоря, спасибо за 4200 лайков, для меня это очень большая мотивация. Мы говорили про этот паттерн, Bump and Run Reversal Bottoms, а также про условия его успеха. Условием его успеха было пробитие этого трендлайна и закрепление выше него. И что мы видим сейчас? Вот этот трендлайн, который тянется с апреля 2021. Мы видим, что он не только был пробит 6 августа, но также 3 дня подряд протестирован на прочность, на предмет поддержки. И все 3 раза оказались успешными. Конечно, еще рано говорить о том, что вот это был успешный ретест этого трендлайна, но 3 свечи, закрытых выше него, дают основания полагать, что это так. Это что касается фигуры Bump and Run Reversal Bottoms. Мы можно сказать на пути к тому, чтобы этот ретест оказался успешным. И в случае, если этот ретест все же окажется успешным, целью этой фигуры будут уровни до предкоррекционных значений. Далее, что касается индикатора CPR, о котором мы говорили вчера, здесь мы видим тоже идеальную картину. Мы говорили, что целью биткоина является вот этот уровень, 46200 долларов. И как мы видим, биткоин коснулся его вот здесь и пока что оттолкнулся от него вниз. Вчера мы говорили о том, что возможно будет сценарий подобный этому, что мы достигнем этого уровня и потом откатимся вниз до этого уровня, откуда мы уже продолжим свое движение вверх. Но сегодня я хочу уточнить кое-что еще. Что если сейчас в ближайшее время цена биткоина закроется выше этого уровня, то возможно у нас будут шансы пойти на следующую цель. А следующая цель уже находится на уровне 50 тысяч долларов. Это по индикатору CPR. Учитывая то, что ретест этого трендлайна вроде как успешен, мы можем предполагать и такой сценарий. Это что касается обновления по индикаторам, которые мы смотрели вчера. А сегодня я хочу показать тебе еще один индикатор, который называется Hash Ribbons. Его давай рассмотрим на дневном графике биткоина. Ведь на нем мы тоже видим кое-что очень интересное прямо сейчас. На этом индикаторе появляется сигнал на покупку. Вот он. Последний раз такой сигнал мы наблюдали в декабре 2020. Вот здесь. Как раз таки 1 декабря 2020 года вот здесь появился сигнал на покупку от этого индикатора. И как мы видим, даже несмотря на это, после этого биткоин все-таки немножко упал. Но затем, затем было нечто прекрасное. Он вырос на 300%. Это был предыдущий такой сигнал на Hash Ribbons в декабре 2020. И сейчас мы видим, что такой же сигнал появляется прямо на наших глазах. Давай еще посмотрим некоторые другие такие сигналы. Вот, например, в июле 2020 мы видели сигнал на покупку от этого индикатора. Цена биткоина тогда выросла на 37%. Вот еще один такой же сигнал 24 апреля 2020. Цена биткоина потом выросла на 76%. И вот еще один в декабре 2019. Кстати говоря, здесь тоже сигнал появился вот здесь. И после этого биткоин все-таки немножко упал. С 7200 до 6800. Но после этого дал 52% роста. И еще один случай 11 января 2019. Сигнал появился здесь. Мы видим, что после этого цена биткоина все-таки немного упала, но затем дала 291% роста. Мы видим, что за всю 11-летнюю историю биткоина таких сигналов было чуть меньше 15. И 15 как раз таки происходит прямо сейчас. Это не означает, что цена биткоина прямо после него должна улетать в небеса. Как минимум на 50%. Ведь мы видели в прошлой ситуации, что после этого сигнала цена биткоина все-таки могла немного упасть. Но это уже означает, что краткосрочная перспектива биткоина выглядит достаточно позитивно. Давай посчитаем среднеарифметическое всех этих процентов и попробуем понять, насколько биткоин может вырасти после возникновения этого сигнала. Кроме этого, давай еще посмотрим, сколько дней понадобилось после этого сигнала, чтобы биткоин снова дал проценты. Это приблизительно от 50 до 150 дней. В среднем за этот срок после возникновения этого сигнала биткоин вырастал на 152%. Давай посчитаем и средний тайминг. В среднем это получается 261 день. 7 августа 2021 года индикатор хэш-риббон сдал сигнал на покупку. Впервые с декабря 2020. Это очень важно. Сколько много месяцев мы не видели такого сигнала. Учитывая среднеарифметические прошлых сигналов, мы можем предположить, что спустя 261 день после этого, а именно уже 26 апреля 2022, цена биткоина может дать 150% роста. И это около 113 тысяч долларов уже в конце апреля 2022. Это исходя из исторических данных каждого такого сигнала на покупку по хэш-рибон. В любом случае, то, что этот сигнал здесь уже появился, это уже большой позитивный момент для биткоина. Кроме этого, очень большим позитивным моментом является и то, что ретест этой трендовой линии вроде как удачный. Уже три свечи подряд не могут проломить ее ниже. Но если цена биткоина сумеет вернуться ниже этой трендовой линии, мы можем ожидать продолжения нисходящего движения. В случае же, если этот трендлайн превратится в поддержку, мы увидим продолжение роста биткоина. Про цели мы уже говорили. В случае продолжения роста, следующей целью является отметка в 50 800 долларов. В случае же, если этот трендлайн не удержится в качестве поддержки, нижняя цель будет около 39 тысяч долларов за биткоин. В любом случае, это видео я решил снять максимально быстро, даже не написав сценарий, именно потому, что у нас появился индикатор покупки на хэш-рибон, который в последний раз был в декабре 2020. И это очень, очень большая история для биткоина. На этом все, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте, кроме тех, когда я выпадаю из ритма. У меня такое бывает. Увидимся совсем скоро в новых видео. Скорее всего, уже не сегодня вечером, а завтра утром. Будет очень интересно. Зарабатывай и богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok